Едва не закончилась трагедия и прогулка на лодке. В Иркутском водохранилище два человека выпали за борт плавсредства. Со слов очевидцев, судоводители и его пассажир были в спасательных жилетах. Это позволило им благополучно добраться до берега. А вот лодка осталась бы раздить в водные просторы. В настоящий момент хозяина плавсредства разыскивают сотрудники регионального МЧС. Также в отделении ведомства возобновили регистрацию туристических групп. Насколько необходима эта процедура и как ее можно пройти, узнаете в следующем материале. Путешественникам дали зеленый свет. С 1 августа в Прибайкале возобновили регистрацию туристических групп. Данную процедуру необходимо проходить для того, чтобы сотрудники спасательных отрядов знали, куда, когда и на сколько отправились любители активного отдыха. Специальную заявку можно заполнить на сайте главного управления МЧС по Иркутской области. Важно отметить, что сделать это необходимо за 10 рабочих дней до поездки. После того, как специалисты получат данные о грядущем походе, они проинформируют вас о состоянии выбранного маршрута, его координатах и вариантах безопасного выхода из него. Также спасатели проверят групповое, личное снаряжение, наличие средств связи и сигнализации. Кроме того, на протяжении всего путешествия поисково-спасательные отряды будут знать, где вы находитесь и в случае ЧП в кратчайшее время смогут прийти на помощь. Данил Седов, новости по будням.